Всем привет, дорогие друзья! С вами Илюха Зверё. Сегодня идём на презентацию компании ZTE. Погнали! Всем привет, мои дорогие! С вами Илюха Зверё. И в этом влоге я отправляюсь на Барселонету, в W-отель, на презентацию компании ZTE. Ну что, погнали со мной? Это же Барселона! Просто никого нету, поэтому я себя так и веду. Ну всё, пойдём. Офигенная погода, офигенное настроение и вообще всё офигенно. Всё, у вас должно быть тоже всё офигенно. Первый этаж, пожалуйста. Ну так поехали? Давай! Погнали! Ноги устали просто пипец. Ух! Время впустить в свой дом свежий воздух. Помнил вот эту клавишу? Блин, круто! Дом на все такие сделают. Правильно, как написали мои дорогие зрители, что Илюха скоро сделает дома жалюзи с подсветкой. Идея просто на миллион! Круто! Блин, я всегда путаюсь в этих кнопках. А ну-ка! Свет и... и воздух! Что там изменилось? Всё ли на месте? Так ничего не видно. Сейчас заряжу батарейку, заряжу телефон, соберусь силами и поеду уже. Готовлюсь к завтрашнему дню, потому что ни разу не был на такой крупной выставке и не знаю, что это будет. Буду ли я вообще зад снимать влог? Получится ли? Потому что хочется снять с каждого стенда по чуть-чуть и сделать из этого ролики, наверное. Вот. Хотя чего я... кого я обманываю? Влог по-любому будет! Занимаюсь уничтожением хамона. Блин, это настолько вкусно! Сегодня придется еще пару патч купить. Сегодня день теплее, чем вчера, и поэтому можно ходить уже без куртки. Я прям вчера что-то прифигел. Когда приехал, с утра плюс три! Плюс три это вообще просто неслыханно. Для Барселоны, по крайней мере, это был самый холодный день, который я видел. Смотрите, какая тачка. Прикольная оранжевая тачка. Сегодня на футбольном стадионе, походу, тоже какой-то матч проходит. Там такие оры. Добрел до метро. А ну-ка, поехали. У меня как раз много мелочи. Сейчас я все спущу на билетик. Имейте в виду, что билеты никогда нельзя выкидывать до конца поездки. Потому что у них тут бывает между станциями засады. То есть, когда делаешь какую-то пересадку, там вот так вот могут стоять люди просто проверять билетики. Вот так вот, имейте в виду, а то попадетесь. Мы уже два раза так попадались. Но билеты у нас были с собой. О, как и у нас в метро. Можно сделать фоточку за 2 евро. Еще такие здесь переходы длинные. О, автоматики. Так, еду до Барселанетты. Вот я про что. Вот этот билетик нужно сохранять. Иначе, если попадете на проверку, а у вас не будет билета действующего, то будет штраф. А штраф хрен знает какой. Мне кажется, в Европе за штрафами все очень хорошо. Они очень высокие. Я еще вчера не заметил, какая станция приятная. Здесь видимо какая-то реклама была. Там стройка идет. Дела. А на выставку будут кататься вот отсюда. Нужно будет ехать вот сюда вот до Европы. О, тачка приехала. Смотрите, как прикольно. У них двери открываются. Они сами не открываются. Нужно подойти и вот так вот нажать. Вот так вот. Я тут нашел информацию. 100 евро стоит штраф, если ты выкинул билет. Так что лучше билетик не выкидывать. Как-то вообще из метро народу нету. Нечаски. Вышел из метро сразу народу народу. О, движуха! Жизнь кипит. Да-а-а! Еще надо пешочком туда вот иду. К тому интересному зданию. Кстати, вот если питаться в таких заведениях, я помню, что бигмак здесь стоит в пересчете на наши деньги где-то рублей 300 с чем-то. Обычный бигмак. Тоже здесь люди не питаются в фастфуде. Сейчас, наверное, пойду на другую сторону. Там какой-то рынок заметил. Может, что интересненького найду. А сами местные жители, такие велосипеды можно за 40 евро в год взять. Но там тоже полчаса сначала бесплатно. Потом ты платишь какую-то сумму за пользование. Типа, ну, в каждый час. После получаса. Вот как раз небольшой рыночек. Приправы. Собака. О, вот это вот очень вкусно выглядит. Можно я прямо здесь останусь? Ну, смотрите, вино продают. Можно по скидке взять за 5 евро. О, красота. У меня жена больная по сыру. Но если я такое куплю, я его точно не довезу. Нужно брать в упаковке. Орешки продают. Вот выпечка пошла. О, кстати, тут тайский бальзам тигр. Здесь продают. А, вы, кстати, даже в Париже видели. О, маслица. Блин, крутяк. Но сейчас смысла нет ничего. Набирайте, я это до дома не дотащу. О, на рынке нашел. Это доска. Ну, соответственно, срез дерева. Обработана маслом. Это разделочная доска. Давно я себе хотел такую найти. Точнее, даже не себе, а нам, семью. Чтобы было красиво. Блин, это круто. Это настоящее испанское дерево написано. Залакировано. Все, домой. Я же как раз придумал. На эту досочку привезу сыра вонючего. Хамончика. Выложим. И будем дома вкусненько все это уплетать. Мне это напомнило сыны анархии. Джекс. Жалко, что закрыли сериал. Точнее, он закончился. Хотел продолжения. Вот эта очень вкусная кафешка, которая в Мака Мака Бургерс. Мы тут ели бесподобный бургер и офигенная картоха. И все это очень прикольно выглядит. Чтобы поесть, постойте очередь. Офигеть. Популярное место стало. Да, чтобы где-то поесть, постой в очереди для начала. А это все, что можно взять на прокат. Прикольная электромашинка Рено. Такие. Не знаю, как их назвать. Это не самокат. На нем даже сидеть можно. Офигеть. Велосипедик. Такой длинный. Необычно. Разные велосипеды. Старые, новые. Хотя 90% здесь старых. Потому что, наверное, как перчатки меняют. Сейчас пройдусь по набережной. Звющегося. Офигеть. Прогłosся. Необычная длинный. По языке. Необычная классика. Соответственно. whatôняя. Чем только народ не занимается. Вот здесь волейбол играют, катаются, спортом занимаются. Практически выиграли. Ну, ну. Долго. Даже есть люди, которые загорают. Смотрите, как круто. Семья выбралась. Вместе со всеми членами, походу, это. Потусить просто на пляже. Да, он таки рано пришел. Ну, в итоге это будет проходить здесь. И также Huawei здесь сейчас будет проводить презентацию. Небольшая смотровая площадка. Тут, смотрите, вообще стройка идет какая-то. Это самый край. Нельзя ловить рыбу. Нельзя заходить. Нельзя лавать, конечно. Но зато можно прийти и повтыкать просто. Ну, как-то так. Сейчас пока все подготавливается. Осталось еще полчаса. Народ начинает подтягиваться. Как все соберутся, нас пригласят в вот эту комнату. Итак, я уже здесь. И предлагаю вам посмотреть небольшую зарисовочку, что же было все-таки на этой презентации. Ну что, готовы? Поехали. Вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы зашли в серию. Сейчас нам все покажут. Потом будем смотреть телефончики. Ну-ка, ZTE, Imagination and Beyond. Народу прям куча. Куча. Посмотрим, что ZTE. Нам покажут интересного. Кстати, очень много народу вещают прям в лайве. Я прям чувствую себя в своей тусовке. Тут всякие перископчики ведут. А я прям вам завтра с утра все залью. Посмотрите. Так, сейчас немножко подготовимся. Смотрите, какой зал здоровенный. Потом мы все с вами ходим по презентации в Москве. А тут прям worldwide. Все национальности, все здесь. Все приехали с писанием, чтобы посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, презентация закончилась. Здесь еще демо-стенды. Понятное дело, что можно все посмотреть. Мне очень понравился вот этот два в одном проектор и планшет. Сейчас еще про телефончик снимаю вам. Сейчас, ребят, поднимемся наверх, чтобы посмотреть панораму Барселоны. Но для этого нужно отстоять очередь. Кстати, открывается площадка в 6 вечера. Нам повезло. Сейчас как раз в 6 вечера. Но тут всякие еще тусни продолжаются. Ладно, сейчас поднимемся наверх, вам все покажу. Оставайтесь со мной. Самое большое огорчение в моей жизни. Прокиньте, в чем подстава. Туда нельзя подниматься с рюкзаками. Просто нельзя подниматься. Печаль. И оставить их негде. Ужас. А ведь для этого 25 минут ждал, чтобы подняться, блин, наверх, W отеля, пофоткать, поснимать. Охранник подошел уже, когда садились в лифт. Говорит, с рюкзаками нельзя. Я говорю, а можно где-то оставить? Нет. Потом спросили, если вы, ну, как бы, остановились в этом отеле, то можно. Но я не остановился в этом отеле. Потому что ночь в этом отеле стоит 95 тысяч рублей. Самый дешевый номер. Ой, ладно, выдвигаюсь к Пентро. Еду в магаз и домой. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Ребят, спасибо, что смотрите. Комментируйте, ставьте оценки, пожалуйста. Не забывайте про меня. Если вы еще не подписаны, обязательно оформляйте подписку. Подписка, подписка, подписка. И увидимся с вами завтра. Идем на МВС. Буду, да, скорее всего, снимать влог. А сейчас буду монтировать видосы за сегодня. И как раз видео про вот эту потрясающую штуку, планшет, проект. Прикольная тема, но, конечно, не для обычного народа. Потому что за 70-100 тысяч рублей такую штуку себе никто не купит. Для развлечений. Все, давайте посылаем вам эту Барселону. Пока.